Паркуйсь как хочу по-нижегородски. За минувшие праздничные выходные дни более 400 водителей нарушили правила парковки в регионе. Для сравнения, неделей ранее было выписано на 100 протоколов меньше. Автовладельцы ставят свои машины, где им вздумается, бросают автомобили прямо на тротуаре, на пешеходном переходе или впритык к выходу из подъезда жилого дома. В результате пешеходы вынуждены обходить препятствия. Сотрудники управления ГИБДД напоминают наказание за данное нарушение, предупреждение, либо штраф от 500 до 5000 рублей. У водителей своя правда. В центре города найти место для парковки порой бывает гораздо сложнее, чем заплатить несколько тысяч штрафа. К сожалению, многие водители считают, что если нет знака запрещающий остановку и стоянка, то можно парковаться, но есть правила рождодвижения, которые напрямую запрещают это делать. Напомню, это пешеходные переходы и ближе 5 метров перед ними, остановочные площадки ближе 15 метров к ним, тротуары, железнодорожные переезды, трамвайные пути, где может создаться помеха. Нельзя вставать вторым рядом при парковочных действиях. Видел и сегодня видел, пешеходные переходы убирали машину. Ну, бывает. Ну, если встать негде, кому-то забежать просто на минутку, а встать негде. Где, в центре города, невозможно автомобиль припарковать. И вот приходится часами просто кружиться и, отрывая бамперы, парковаться. И на сугроб заезжают, и на тротуар, и закрывают машины. А потому что деться некуда, нужно автомобиль поставить, и вот каким-то образом нужно выходить из ситуации. К сожалению, это вынужденно происходит. Потому что у нас нет парковочных мест специализированных, бесплатных, платных. Их тоже нет практически нигде. Очень много знаков, что где нельзя парковаться. Редактор субтитров А.Семкин